друзья привет сегодня у нас обзор двух минивэнов среднего класса это toyota esquire и honda step wagon в комплектации спада и в этом видео нам нужно разобраться какой минивэн из них сильнее по технической начинке по отделке салона по дизайнерским решениям и также мы пройдемся по ценам и целевой аудитории этих двух минивэнов toyota esquire этот автомобиль полная техническая копия автомобилей нох и voxie 3 поколения начали они выпускаться с октября 2014 года я сначала когда узнал про эту машину и подумал зачем тойота сделала еще один минивэн нох и voxie и тут я понял то что не рынок требует больше минивэнов а именно сегмент любителей минивэнов им нужен более нох но с большим лоском toyota сделала toyota esquire для тех людей кому не подходит альфа арт и волфайр они для них может быть слишком большие слишком громоздкие неудобные но и дорогие еще не стоит забывать потому что это вышка у минивэнов от toyota а нох по отделке это немножко не тот автомобиль который они хотят видеть под собой на каждый день им нужно больше лоска и это toyota esquire давайте посмотрим чем он отличается от нох это esquire у нас гибридная версия напоминаю тем людям которые не в курсе вообще про эти автомобили здесь стоят агрегаты точно такие же как на prius и 30 то есть здесь мотор 2 за р на 99 бензиновых лошадей и гибридная установка на 60 киловатт передний привод ноах voxie обладают все теми же самыми моторами если вы хотите двухлитровую версию передний привод это будет мотор 3zr если вы хотите полноприводную версию это также мотор 3zr и полный привод через кардан у нас на канале уже есть обзор гибридной voxie и voxie на полном приводе поэтому если вам интересны эти автомобили вы можете внизу под этим видео найти обзоры на эти автомобили из внешности выделяется сразу же решетка t-образная которая похожа немножечко на решетку альфарда туманки сделаны в хромовой оправе но и красивая линзовая фара основные отличия от voxie но конечно же в салоне первое с чем мы встречаемся это уже из искусственной кожи вот такие вот отбитые панели в коричневом цвете очень стильно смотрится приборная панель осталась такая же как у ноха есть зарядка под телефон беспроводная но единственно что мне нравится у меня iphone плюс и он просто не влазить сюда и не заряжается то есть сюда но маленький телефон обычного размера он залезет а вот плюс уже какие-то большие версии телефонов не заряжаются вот но сам факт есть такая технология подогревов нету и вообще решение честно говоря спорная когда нету подогрев у вас кожа набрал подогрева есть у нас кожаный салон здесь подогрева включается под селектором high low продува нету у вас что самое главное у вас мультимедиа хорошая которая не идет не в нохе не воксе даже в жирных комплектациях а вот идет вот такая вот большая аудиосистема но она на японском языке то есть тут вы можете максимум выбрать английский язык настройках вот в общем качественная мультимедиа с качественным звуком но есть нюансы она не русифицирована она не на андроиде у нее нету интернета то есть поэтому как бы от нее ни холодно ни жарко в японии левосторонние движения и поэтому им очень часто нужна просто на дверь выпускать людей не на дорогу выпускать сразу же на тротуар и поэтому у них левая дверь идет электрическая об самых базовых комплектациях 1 вот здесь вот наклеечка 73 тысячи девятьсот шестьдесят пять километров это японец менял масло и на следующий ему замену надо было приехать на 78 9 ну то есть плюс пять тысяч километров очень приятно и мне нравится сейчас показывать постоянно клейки то что японцы меняют раз пять тысяч масло и это в стране где чистой дороге где хороший бензин и поэтому автомобили доезжают вообще без кокса и без каких-либо проблем по двс наклейка с русскими словами сдвижная дверь очень приятно то что на заводе японии люди знают куда уходят эти минивэй на то что в россии люди вообще любят подобный формат автомобилей второй ряд сидений выполнен как их называют в капитанских креслах есть подлокотники здесь прохода нету но зато вы получаете более-менее такую широкую сидушку очень далеко можно отъехать и просто вытянуть ноги столиков нету есть карманы и есть вторая печка у нас и в принципе все динамики в потолке и больше ничего хотелось бы еще в эсквайре получить открытие и закрытие пятой двери с кнопки но увы третий ряд сделан из кожи у нас 7 мест на комплектация вот сюда вот вставляем подголовник и и получается 7 мест покупая toyota эсквайр вы получаете минивэйн среднего класса с красивым дизайном с достойной отделкой салона и самыми последними техническими разработками гибрида от toyota хонда степ веган пятого поколения это вообще другая машина с новым кузовом с новой технической начинкой с новым салоном давайте разберемся что в ней такого нового для многих спорный момент а для многих это и очень радостный был момент то что степ веганах убрали двухлитровый мотор и здесь сейчас в пятом поколении ставится только один мотор l15 без турбина и суммарная мощность 150 лошадей полноприводная версия переднеприводная версия 150 лошадей и все версии идут на турбинах многие автолюбители считают это решение поставить сюда полутора литровый мотор на турбине плохим решением потому что этот мотор много не пробежит по их мнению и вообще вариант с турбиной для семейного минивэна они считают вообще не очень хорошим решением я человек который на нем прокатился который уже поездил на хондах и гибридных и на не гибридных я вам скажу так эта машина едет и она не испытывает какого-то прям напряжение что ты слышишь напрягающийся мотор у хонды степ вега наименьший платеж в таможню идет это тоже делает этот автомобиль более доступным если бы здесь стоял двухлитровый мотор у нас бы цена была бы итога миллион четыреста миллион пятьсот а так мы можем купить спаду уже от миллиона двухсот а также еще техническая особенность степ веганов пятого поколения с турбонаддувом это разработанный с нуля вариатор именно под эти автомобили также еще можно выделить подвеску в полноприводных версиях у вас будет подвеска дедион в передней приводных версиях сзади будет просто балка дизайн хонда степ веган пятого поколения очень узнаваемый этот автомобиль даже в владивостоке можно редко встретить не говоря уже о других городах россии если вы его покупаете в культа центральную часть россии на запад то вы будете в потоке очень приметной фигурой на этом автомобиле хонда степ веган в пятом поколении обладает салоном который еще не был в других минивэнах от хонда лакированная панель магнитофон завода стоит тоже разработка honda honda степ веган обладает полностью переделанной торпедой для меня уже мотивы эти знакомые наверное по honda фрид потому что там тоже селектор чуть-чуть на более горизонтальной панели был сделан вот и это передалось хонду пятого поколения очень удобная печка кнопочки все как с аккорда приятные все в общем в деталях эта машина очень приятная вот это решение всю приборную панель расположить очень близко к стеклу буквально чуть-чуть взгляд вниз и ты видишь какая у тебя скорость у тебя нету бензина сколько у тебя оборотов чете там происходит с колесами там и с прочими какими-то там вещами которые происходят с автомобилем очень удобно на том же эсквари и на других минивэнах мне надо заглядывать за руль куда-то вот тут вот высматривать а с моим ростом не постоянно руль перекрывает и я вот вглядываюсь очень стильно сделаны бардачки просто нажимаешь на кнопочку и они сами могут закрываться то есть ты чё-то взял ты чё-то взял и он сам закрывать тебе его надо просто прихлоп также по всяким подстаканником как они сделаны как они открываются и смотрите сюда вы можете поставить кофейка а вот сюда вы можете положить какой-нибудь сэндвич такая вот полочка тоже здесь лакированный пластик в общем даже вот в таких вот мелких деталях honda step wagon выигрывает у большинства минивэнов конкурентов на рынке передние сиденья сделаны с подлокотниками сделаны из тряпки из двух вариантов также тряпка идет на дверной карте идут кнопки управление всеми стеклами в общем ничего необычного но это все сделано очень гармонично в принципе вообще совсем пластиком салоне вот honda они понимают толк в деталях они расположили кнопки открытия закрытия дверей на очень удобном уровне у тойота ты их ищешь где-то вот здесь то есть надо наклоняться их сразу не видно здесь они на виду ты нажал закрыл двери так же идут системы слежение за полосой слежение за препятствиями парктроник включается выключается в общем спада прям напичкана просто дергаем ручку пассажирской двери дверь отъезжает так же мы ее закрываем так давайте проверим насколько уезжает у нас сиденье назад в принципе все у эсквайра но отъезжает дальше но ноги можно вытянуть также можно еще управлять можно прям прилечь если вы устали так же тряпка на дверной карте есть подстаканник и что самое главное я не знаю как сиденье вроде по ширине вроде то же самое что в эсквайре но здесь есть проход и в принципе можно пройти вот здесь не поддвигая сидушку и запустить людей на третий ряд но самое главное здесь есть столик с двумя подстаканниками в принципе сюда можно но маленький макбук влезет сюда и можно работать но нет это неудобно это больше вот какой-то бутербродик положить и есть вот такие вот кармашки здесь у нас лежит пульт здесь есть кармашки можно положить телефон это очень удобно и этого нету тойоты здесь вторая печка так же как и в эсквайре и здесь есть монитор тойота эсквайр и хонда степ веган прям пересекаются вторая печка как сделаны опции по открытию закрытию дверей в принципе они очень похожи по размерам они похожи как они едут они похожи но пока все равно степ веган вот из таких вот кармашках из таких мелочей как как открываются закрываются бардачки пока степ веган выигрывает по моему личному скромному мнению отличительная особенность степ вегана самое главное наверно это его дверь и эта технология называется ваку ваку гейт то есть вы можете открыть вот так вот 70 на 30 дверь делится это 70 процентов то есть вы можете так что-то открыть взять там я не знаю в общем это удобнее чем ее задирать вот так вот но если вам требуется полное открытие двери вот здесь вот есть кнопка и вы поднимаете полностью пятую дверь когда идет дождик можете прятаться здесь в общем очень революционное решение кнопочку бы еще бы закрыть бы эту дверь так вам приходится вот так вот это все дело закрывать так но если мы уже здесь давайте посмотрим третий ряд он здесь сделан не в тойотовском стиле honda как всегда сделали все от людей для людей то есть смотрите он у вас вот так вот здесь спрятан вот здесь получается очень много места 8 мест да здесь нету кожи как в эсквайре да здесь нету какого-то каких-то вот этих вот кожаных решений разного цвета но мне почему-то очень нравится степ веган есть проход между вторым между двумя капитанскими креслами здесь есть кабель hdmi то есть я могу прям на телевизор с третьего ряда включить какой-то свой мультик свое кино здесь подстаканники здесь всякие ниши здесь большое окошко то есть у вас вы не вот в такое смотрите как допустим это в семиместной альфе а вы смотрите в большое окно у вас очень большой минивэн на третьем ряду здесь можно жить подстаканник есть и джимя есть большое окошко есть можно есть куда положить руку прям я не знаю я фанат уже степ веганов он даже мне больше нравится чем honda odyssey который вы у нас уже видели на канале степ веган когда он станет доступным на гибриде это просто будет бомба это хит продаж но сейчас к сожалению только полтора литра на турбине ребят одна из самых главных частей всех наших видеороликов это цены смотрите эсквайры так как это автомобиль отличающийся более люксовой отделкой и более люксовым внешним видом здесь цены повыше чем на нох и в оксе старт за гибридные версии у нас есть гибридная версия от 1 миллиона трех ста тысяч рублей дороговато если вы хотите себе двушку передний привод без гибрида миллион сто пятьдесят старт если вы хотите полный привод сквайр это также миллион сто пятьдесят цены вообще за нох и и в оксе восьмидесятом кузове начинаются от девятиста тридцати тысяч рублей это варианты 35 оценка эрка где-то гибридную версию можете купить уже наверное от миллиона пятидесяти в общем здесь вы найдете более дорогой отделку другой дизайн и за это вы платите примерно плюс 200 тысяч рублей honda степ веган пятого поколения если вы выберете комплектацию не спада а обычную у нее не будет таких вот каких-то плюшек по салону у нее не будет таких фар у нее не будет такого бампера агрессивного там не будет вот этой пятой двери ваку ваку гейт в общем будет просто обычный минивэн от honda цена начинается всего лишь девятьсот пятьдесят тысяч рублей что передний привод что полный привод если вы хотите все-таки комплектацию спада в переднем приводе самый старт миллион двести если вы хотите точно такую же красавицу еще и на полном приводе старт миллион двести двадцать миллион двести тридцать я думаю это хорошая цена какой вы получаете визуал какой вы получаете техническое решение с турбины мне нравится как эта машина едет и я не согласен что этой машине мало полутора литров и то что они будут дохнуть потому что мотор l15b honda уже делает по моему если не ошибаюсь уже шесть пять лет и у этих моторов нету нареканий они будут жить в общем цена миллион двести за такой минивэн я считаю хорошие то части и за полутора литрового мотора стояла бы двушка эта машина бы стоила миллион четыреста друзья напишите обязательно в комментарии какой из этих двух минивэнов вам пришлось по вкусу честно говоря мне больше нравится спада потому что ее пятая дверь она очень прикольно выглядит и это очень функционально решение с третьим рядом оценили я да реально вообще технологически очень интересно сделано какие-то бардачки как как на тебя смотрит приборка вот эти все фонарики издающиеся звуки на каком положении на кой высоте сделаны кнопки открытия дверей ребят поставьте лайк подпишитесь на канал обязательно пока компания сферокар предоставляет полный комплекс услуг по подбору доставки растамаживанию и отправки по россии автомобилей с аукционов японии компания сферокар ваш эксперт в выборе качественного автомобиля